Доброго вечера, мы из Украины, меня зовут Ирауль, выдает из проект Украина в огни. Навряд ли эту новость россияне смогут увидеть или прочитать в России, поэтому приходится доносить ее всеми возможными способами. Международное агентство по атомной энергетике МАГАТЭ по наводке Госпреда РФ в лакшери-хосписе под названием ООН проверило ядерные объекты в Украине на предмет создания грязной бомбы. Проверка проводилась на трех объектах. Институте ядерных исследований в Киеве, Восточном горно-обогатительном кабинате в Желтых Водах и Производственном объединении Южный машиностроительный завод в Днепре. Выводы МАГАТЭ. Никаких признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов на этих объектах не выявлено. Специально для дивизии вы все врете. Проверка проводилась не просто при помощи визуального и дозиметрического контроля. Были взяты пробы окружающей среды. Они позволяют получить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами. Чтобы было понятно даже гражданам России, если завтра взять на анализ волосы и ногти Дмитрия Медведева, то мы будем точно знать, сколько кокаина он вынюхал с 2008 года и даже происхождение продукта. В московском православии это называется чудо. На западе научный подход. Но украинским властям не стоит почивать на лаврах. На днях к нам прибывают представители Международного агентства по комарам, москитам и летучим мышам. Будут проверять шатские озера на предмет разведения боевых комаров размером с вертолет и украинский госрезерв, который в свое время вывел обычных полевых мышей, но с зубами с алмазным напылением. Они в свое время съели несколько составов зерна, не побрезговав даже работниками прокуратуры, которые, как мне кажется, так и не успели раскрыть это резонансное дело. Вы будете смеяться, но самым большим фанатом этого расследования является генерал-лейтенант армии РФ Игорь Коношенков. Мало того, в этой ситуации он болеет за Украину. И причина проста. Коношенков устал рассказывать каждый вечер об уничтожении деревянных хаймарсов и о том, что Мерген Дангак перерезал под Киевом две дивизии американских морпехов. Ну реально. А теперь с подачи все того же небензии, возможно, придется еще давать статистику, сколько за день было уничтожено боевых комаров, сколько сбито летучих мышей и сколько комаров взято в плен и так далее. Военкоры тоже не в восторге. Одно дело рассказывать, как азовцы преклоняются перед богиней смерти и верят в Одина и волка Фенрира. Другое дело переодевать в комара или богомерзкого бэтмена режиссера монтажа и записывать с ним допрос. Ну типа Зато теперь понятно, зачем российские войска обнесли херсонский тюз. Им нужен был реквизит. Нам придется принять все эти комиссии, потому что россияне в это верят. На днях секретарь Совета Безопасности России Патрушев, который удивительно похож на одну из куриных голов российского герба, заявил, что не надо взывать к совести россиян и требовать не применять ядерное оружие. Ведь в мире существует лишь одна страна, которая его применила. И это не Россия, а США. Они сбросили бомбы на Японию, чтобы запугать мировое сообщество. Россия не дура. Она тоже хочет запугивать. И она тоже сверхдержава. По крайней мере, так считают Патрушев и огромное количество других чиновников в России. Но я хотел бы напомнить, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки стала катастрофой. Весь мир ужаснулся последствиям ядерных ударов. Вот как описывают эти события. Живые существа, находившиеся ближе всего к эпицентру взрыва, погибли мгновенно. Это радиус где-то километра или даже два. Их тела обратились в уголь. Пролетавшие мимо птицы сгорали в воздухе. А сухие горючие материалы, например бумага, воспламенялись на расстоянии до двух километров от эпицентра. Световое излучение оставляло силуэты человеческих тел на стенах. Через несколько дней у выживших началась лучевая болезнь. Через восемь недель она достигла своего пика. В результате от взрыва в Хиросиме погибло 80 тысяч человек. А через пять лет лучевая болезнь и рак отправили на тот свет еще 200 тысяч. В Нагасаки погибло 70 тысяч сразу и до 140 тысяч в последующие несколько лет. Об ужасах Хиросимы и Нагасаки прекрасно знают в России и сам Патрушев, я уверен, в курсе, что такое ядерный взрыв и насколько мощнее современные ядерные бомбы. Но он не стесняясь оправдывает будущее преступления своей родины тем, что «А вот другие же сделали, почему нам нельзя?» Потому что даже спустя 77 лет никто, находясь в здравом уме и сознании, не оправдывает США и не говорит, что это было этично и человечно. Не было. Но про них хотя бы можно было сказать, что они не знали про радиацию, про лучевую болезнь, про рак и прочее. Они думали, что у них есть бомба, способная разрушить город. Что тоже никого не оправдывает. Они ошиблись. Поговаривают, что отец ядерной бомбы, Оппенгеймер, едва не сошел с ума, когда узнал, что бомба была сброшена на японские города. 77 лет все на планете знают, к чему приводит ядерный взрыв. И я не понимаю, о чем еще здесь можно дискутировать. Кстати, мало кто в Украине знает имя Цутому Ямагучи. Этот мужик реально имел право откликаться на кличку «Счастливчик», даже с учетом ужаса, который с ним приключился. Так вот, одним прекрасным августовским днем, а конкретно 6 августа, наш герой приезжает в командировку в Хиросиму. Оказавшись в трех километрах от атомного взрыва, он получает сильнейшие ожоги и в полнейшем ужасе и панике на поезде уезжает домой. В город Нагасаки. 29 августа его накрывают вторым ядерным ударом. Это единственный человек в мире, который пережил две ядерные бомбардировки. Цутому Ямагучи прожил длинную жизнь и умер от рака, который настиг его на 93-м году жизни. Но давайте вернемся к куриной голове Патрушеву. Как утверждает американская Таймс, именно он и глава ФСБ России Бортников уговорили старика Кабаева напасть на Украину. А вот Шойгу, как я и предполагал, сомневался в целесообразности плана прыжок мангуста. Сергей Кужугетович, как потомственный шаман, чуял, что мангуста ждут вилы. И точно знал почему. Одного танкового биатлона и макета танка Армата могло не хватить. И ведь был прав, не хватило. Примечательно, что Лавров хоть и понимал, куда ветер дует, но до конца в планы посвящен не был. Поговаривают, что в момент атаки на Киев грустная лошадь храпела в стойле и косила глазом на Вашингтон. Забавно, но в статье американского издания никак не отражена роль атомного мопса Дмитрия Медведева. Вот я, например, уверен, что Путин дал приказ о вторжении, чтобы Димон просто закрыл пасть и перестал мерзко гавкать из-под стола. Но это не помогло. Этой ночью, разбрызгивая прилагательные по габелинам, Медведев зашел на лоток и дал залп из многочисленных отверстий. На девятый месяц войны бывший дублер Путина попробовал ответить на вопросы будущего международного трибунала. Итак, почему мы напали, спрашивает Дмитрий сам у себя. Рассказываю. У нас все есть, говорит Дмитрий, нам не нужны чужие территории, но есть чужие территории, которые мы считаем своими. На тех территориях нас ненавидят, запрещают наш язык, нашу веру и нашу историю, поэтому мы пойдем эти территории освобождать. Кто против нас? Спрашивает Дмитрий. Здесь я даю цитату без изменений. В ней все прекрасно и без меня. Итак. Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная сфора хрюкающих под свинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи, состекающей по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь. Здесь у меня и родилась тема сегодняшней обложки. Партия с Ракапу против сакральной мощи Медведева. Пассаж про предателей друзей и населения, которые не планируют защищать Кооператив Озеро, я опускаю. Там программные вещи о том, что если все уйдут, то мы станем только сильнее. Хотя, как говорит практика боевых искусств, если все уйдут, вас останется двое, тогда вас просто забьют, как мамонт. Зато последний абзац важен и даже в чем-то великолепен. В чем наше оружие, воспрошает Медведев. Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в гиену огненную, но это не наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Я думаю, это он про Путина встать. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он не использовал. Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Иблисты провались. Кто добавил в сухой корм Медведеву галлюциногенных грибов? Впрочем, месседж расшифровать несложно. Вчера атомный мопс Медведев получил трепку за ядерную кнопку. Но зато разрешили скрестить Иблиса с сатаной, чтобы потом сподручнее было объявить православный джихад. По мнению Медведева, так будет легче сказать правду кадыровцам, из чего сделано мясо зебры в сухпайках. Вообще, это гениальный ход – создать новую религию для нового народа. Православный ислам объединяет церкви и народы под руководством мудрого правителя Сулеймана Путина и его верного визиря, звездочета Медведя Заде. Но есть небольшая проблема. Каждая религия, особенно мессианского толка, считает, что есть лишь один бог, а все остальное – ересь и богохульство. И если ты веришь, ты должен выбрать. Именно поэтому дедушка Сталин, который закончил духовную семинарию, сразу понял – надо создавать свою церковь, своих святых и своего бога. Так и приключилась со страной Коммунистическая партия и Центральный комитет во главе с богом-императором Иосифом Сталином. Но я уже говорил, фундаментальное различие между Сталином и Путиным заключается в том, что первый не был клептократом. Его дети не жили в Европе и США. Он строил империю, а не дворцы. Еще важно, что он сам был человеком действия – грабил банки, сидел в тюрьмах, совершал побеги. За свои идеалы, хоть и ошибочные и преступные, он рисковал собственной жизнью. Теперь давайте зададим вопрос, в каких переделках за свою жизнь побывал Медведев и тот же Путин. Сломалась машина на трассе? Сел мобильный на даче? Главное событие в жизни Медведева – это просто один рост с Путиным. На этом все. Но очень здорово, что в День народного единства Медведев проклинает свой народ за трусость, а союзников – за предательство. А тут еще запретили теребить ядерную бомбу. Я бы эту речь озаглавил – отчаяние в День народного разброда и шатания. Любопытно, но эти же нотки отчаяния начали проскакивать и у военкоров судного дня. Один из них даже придумал, что случится с имперцами в России. Их, оказывается, ждет национальная эвтаназия и будут отобраны нефть, газ и другие ресурсы. Обратите внимание, что как воевать, так в армию даже иблисов набирают. А как оплакивать героев, так в России сразу появляется титульная нация – русские зольдаты на Леша, а не какой-то там кадыровский рулон обоев. А про нефть и газ традиционно смешно. Будут ездить натовские солдаты с полицаями Навального на телеге и перетряхивать каждую избу в поисках последнего барреля нефти и кубометра газа. Все будет выглядеть примерно так. Матка, ойль, гейс, пушнина, давай сюда, быстро! Им втрят политологи. Цитирую. У нас, конечно же, сразу заберут Крым. Свою старую многовековую мечту. Не исключен вариант принудительного издевательского возвращения России к двум векам назад. Запрету иметь Черноморский флот. Ядерное оружие нам, разумеется, не оставят. Для начала над ним установят международный контроль. Заберут окончательно лет через 5-10. О ресурсах тоже придется забыть. Их заберут через новую приватизацию. Уже через год после катастрофы Запад получит полный контроль над недрами и транспортными артериями. По всему периметру будут поджигать регионы при этом без формального расчленения. Последнее слишком опасно с точки зрения усиления Турции и Китая. Де-факто страна превратится в парламентскую конфедеративную республику с номинальным и ничего не контролирующим центром. Расчленять будут уже потом, взрастив полноценную субъектность новых квази-государств. Фамилия политолога Нострадамуса Николая Севастьянов. Коля, все верно. Но хотел бы обратить твое внимание, что первая приватизация в России породила именно российских олигархов. Не Запад украл ресурсы, а вы сами у себя украли. Потом ФСБ начало доить олигархов и Путин начал строить стеклянную империю в форме фалоса. Но, как говорится, надолго ли дураку стеклянный фалос? Он и его разобьет, и руки себе порежет. Так что все в рамках кармического круга ленинской диалектики. Короче, на болотах слышен лай атомного мопса, жалобный скулеж политологов, а военкоры завалили хлебало про наступление под Углидаром и заныли про эвтаназию. И только Маргарита Симонян в День Народного Единства вскрыла праздничную заначку и с напудренным носом двинула мощную дичь про будущую дружбу украинцев, русских и Симонян. Я цитирую. Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан. Мы все будем снова хором спевать в шинке тремя незнакомыми друг с другом столами песню «Ничья комисечно», самую красивую на земле украинскую песню, которую знает каждый русский, песню из великого советского фильма о нашей общей войне, общем горе и общей гордости. Мы снова натрескаем совместной черешни и разомляем от того, как полно сладострастия и неги малороссийское лето. Все так, Маргарита, ты обязательно приедешь в Киев на суд. Вашим мужьям к тому времени действительно давно свернут шеи. Тебе дадут лет 25 тюрьмы за разжигание ненависти и призывом к войне. Лет через пять ты выучишь мову и согласишься, что русский – это суржик украинского. От чернобровых Оксан ничего хорошего не жди. Держись подальше и доживешь до деменции. К сожалению, помешательство и уныние на болотах – это еще не наша победа. Но даже без электричества, при свечах, я вижу в украинцах больше оптимизма, чем сегодня в сытой и освещенной Москве. В этом сюжете я еще хотел заняться внутренними проблемами. Накопилось. Но не успеваем по монтажу. Перебои со светом сказываются на всех процессах. Но про один вопиющий случай я все-таки хочу вам рассказать. Это, кстати, не история про самую богатую фитнес-тренершу в Украине, которая от своего мецената и по совместительству руководителя Днепропетровской АГА получила полтора миллиарда гривен на ремонт дорог. Это слишком простая история и сводится она к двум главным советам. Совет для женщин. В любой непонятной ситуации не забывай приседать и делать выпады с гантелями. Для мужиков. Найми нормального юриста и бухгалтера и перестань отправлять миллиарды телкам, с которыми летаешь на курорты. Нет, у меня история про генераторы, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Специально по этому поводу таможенная служба разъяснила о налогах, которые, оказывается, придется заплатить при их ввозе из-за границы. Освобождаются от декларирования и налогообложения, привозив в страну только генераторы дешевле 500 евро и легче 50 килограмм. Если генераторы дороже, придется заплатить 10% таможенного сбора и 20 НДС. Так, за ввоз генератора ценой 700 евро придется заплатить на таможне еще 64 евро. Обратите внимание, по-прежнему 64 евро, потому что наша таможня гривне не доверяет и все принимает исключительно по курсу гривня евро. Видимо, наша таможня уже давно вошла в Европейский Союз, а мы за ней по-прежнему не успеваем. Но это та клирика, мы об этом уже много раз говорили. Знаменитый щипатель гусей, председатель налогового комитета Даниил Гитманцев сообщил, что уже две недели советуется с бизнесом. И уже через неделю будет готов законопроект, где среди мер поддержки промышленности рассматривается освобождение от импортного НДС, в частности на электрогенераторы. Но это для бизнеса. И сам бизнес эти генераторы может купить только для своих нужд без права перепродажи. Странно, что генераторы не сделали именными наградными. Например, ты честный бизнес гусь, который молча терпит процесс ощипывания. Молодец. За это Гитманцев выдаст тебе наградной генератор. Ну как это у нас и с оружием часто бывает, ты сначала его купишь, а потом тебя наградят. Я не знаю, как реагировать на эту историю. На растаможку и скорость принятия решений во время войны. Оставляйте свои мнения в комментариях. Мне реально будет интересно понять, что вы думаете по этим вопросам. На этом все. Вы смотрели проект «Украина в огне». Помните, что Российская Федерация будет уничтожена. Слава Украине! Продолжение следует...